И еще одна важная для нашей области тема. 82% одиннадцатиклассников пригранича планируют сдавать ЕГЭ. Это предварительные данные соцопроса, которые сегодня на брифинге озвучил замгубернатора министра образования региона Андрей Мелехин. У выпускников 284 школ в 13 муниципалитетах, это приграничные и приравненные к ним территории, есть выбор. Они могут не сдавать единый госэкзамен. В таком случае в аттестат выставят среднее арифметическое полугодовых и годовых отметок. А в университет ребята будут поступать по вузовским экзаменам. Второй вариант сдать ЕГЭ. Причем сделать это можно по месту пребывания. В регионе для этого организуют пункты проведения экзаменов на базе школ, которые находятся не в приграничных муниципалитетах, а также подвоз к ним. Или же за пределами Белгородской области. Однако мы идем навстречу и такой ситуации. И мы готовы организовать сдачу проведения экзамена в Санкт-Петербурге. Это конкретный пример, который я привожу. И в любом другом регионе Российской Федерации, где будет находиться наш одиннадцатиклассник, который примет решение и скажет, я буду писать там, где я нахожусь. Это нововведение. В прошлом году такого не было. Но нам кажется, что невзирая ни на какие там проблемы и хлопоты в этой ситуации, если одиннадцатикласснику так удобно, если он принимает такое решение, мы окажем максимальную поддержку в этой связи. Кроме того, если выпускники одиннадцатых классов захотят улучшить свой результат по ЕГЭ, они смогут пересдать экзамен по одному из предметов четвертого и пятого июля. Для этого до первого июля необходимо подать заявление. В итоге в зачет пойдет именно результат пересдачи. Нам кажется, что такая мера, которую обозначил президент, крайне востребована для тех ребят, которые не преодолеют минимального порога сдачи ЕГЭ. Ну то есть мы понимаем, что по каждому наши одиннадцатиклассники прекрасно знают эти пороговые значения по каждому предмету. Если я набираю баллов чуть-чуть меньше, ЕГЭ не считается пройденным. Тогда этот второй шанс для меня, я готов подсобраться. Решить сдавать ЕГЭ или нет, выпускники должны с 3 по 8 мая. Подать соответствующее заявление можно будет очно или дистанционно через виртуальную школу. Что касается ОГЭ, в приграничье сдавать его ребята не будут. В аттестат выставят среднее арифметическое четвертных оценок за год. Условия – отсутствие неудовлетворительных оценок и успешно пройденное собеседование. Мы знаем, что сейчас значительная часть ребят из приграничных регионов, находятся у нас в 42 регионах. Если дети у нас прикреплены, точнее проходит обучение сейчас там, провести контрольно-оценочные мероприятия. Для того, чтобы, например, если какие-то оценки, поскольку ребенок отсутствует сейчас в журнале виртуальной школе и учится сейчас, например, в школе Санкт-Петербурга, были туда перенесены для выставления итоговых оценок. Уважаемые директора школ, это ваша важная ответственность. И для того, чтобы наши девятиклассники не переживали, для того, чтобы конец мая не превратился в какую-то череду безумных контрольных работ, проработайте это заранее. По вопросам проведения экзаменов можно звонить по номерам горячей линии в Белгороде. Для девятиклассников 35 76 06, для выпускников 11 классов 35 76 30.